Всем привет, дорогие друзья! Расскажу сегодня видение, связанное с особой мистической игрой духовных существ или божеств и нас как человеческих существ. Своей мистической практикой, с описанием духовных видений я занимаюсь уже 7 лет, правильно? И на вид деятельность довольно простая, ничего сложного. Я сажусь в медитацию, начитываю мантру, у меня случается какое-то видение, мистическое переживание, я его записываю, делюсь со всеми нами и казалось бы, что в этом сложного, что в этом хитромудрого какого-то, да? Вроде все банально, просто, обычное видение, казалось бы. Но я расскажу сегодня видение, которое показало причины подобных мистических откровений, подобных мистических даршинов. И данное видение, оно очень хорошо проясняет взаимоотношения или объясняет взаимоотношения между человеком и духовными существами. И как это происходит еще в местах силы, в священных местах, как-то так вот. Начитывая мантру, видение началось с того, что я оказался в храме Божественной Матери Дурги. Видений, связанных с Божественной Матерью Дурги, у меня бывает довольно часто и очень много. Но видений, связанных с пребыванием внутри самого храма, в святая святых, бывает, такие бывают редко, да? То есть это исключение уже. Ну это особые такие даршины. Так-то я всегда испытываю какое-то покровительство, защиту Божественной Матери Дурги. В этот раз я оказался внутри самого храма. И храм на самой горе Бодини Дурги, он сравнительно с другими храмами, он небольшой. То есть если сравнивать с храмом Венкатешвары, других божеств, храм Бодини Дурги, он, я бы даже сказал, что очень маленький. К Гапурам там он очень высокий. Красивый такой стоит. А так-то сам храм сам по себе, ну вообще, малепусенький. Но он древний. В том-то и дело, что вот он там очень древний, красивый. Мне нравится. Я прям вот обожаю это место. И начитывая мантры, я оказался в ней физического тела и увидел себя пребывающим или находящимся в этом святом месте. Да, на горе Бодини Дурги. Причем внутри самого храма. И я стоял таким образом, что алтарная часть была у меня с правой стороны. И я как бы смотрел сквозь, да, понимаем, с правой стороны от меня алтарь. Я боком стою к алтарю. Ну или к божеству, которая расположена внутри самого храма. А сам смотрю как бы вбок. И на вершине этой горы, ну это не совсем гора, ну или... Да, это бесспорно, это гора. Она высотой, по-моему, около полукилометров, 450 метров. Где-то около тысячи ступеней ведет на гору, на вершину горы. И сама гора, я еще раз расскажу, я уже рассказывал, да, она как бы выглядит слепленной из пяти или шести гор вместе взятых. Ну то есть такое ощущение, что их вот кто-то взял вот так вот, сгреб, и вот они вместе сжаты и вот так вот стоят. И сверху плата. Такой вот. Тоже такой странный... Ну понятно, что есть легенда. Я уже рассказывал об этой легенде. Сама гора, сама по себе гора является формой богини Чамундишваридеви. По преданию, она осталась в этом мире в облике в виде горы. Именно этой горы. А дальше она же уже из духовных миров, когда проявился демон Махишасура, она явилась и его убила на этой горе. И также опять-таки сама осталась в этом месте. Богиня Дурга уж. Как богиня Дурга? По сути, это то же самое, та же самая богиня. Это гневная форма богини Лакшми. И находясь внутри этого храма, я стоял в полоборота. Я смотрел наружу. И мы когда с ребятами были, да, там есть поселение. Поселение на верхушке этой горы. Там есть небольшой вилледж или пригород, ну или, мягко говоря, просто говоря, село. Там есть школа даже для детей. Вот, как я понимаю, какие-то там еще постройки необходимые, муниципальные. И, соответственно, есть еще храмовые постройки для пуджари, для людей, которые занимаются служением в этом храме. Сказать, чтобы там много людей, нет, немного, но застроено. Помещение, территория находится в состоянии застройки. Вообще интересное место, очень интересное место. И, наблюдая за всем тем, что происходит, я как бы посредством духовного зрения видел снаружи все те здания, всех тех людей, те души, которые там живут. И людей было довольно мало. Небольшое количество. От слова совсем небольшое количество. И в какой-то момент я понял, что из алтарной части данного храма выходит некая личность. И эта личность была полна светом. Я понял, что это есть богиня Дурга. А я с ней уже сталкивался неоднократно в видениях. И, да, как бы, я ее знаю очень хорошо. И она подошла с правой стороны до расстояния, наверное, в полтора метра от меня. И она стояла, смотрела весьма пристально на меня. И в какой-то момент я понял, что она меня благословляет. А благословение было весьма интересное. До этого, находясь в состоянии астрального тела, я прочувствовал, как некая духовная и очень мощная энергия просто вливается мне в ноги, в особенности в нижнюю часть позвоночника, в область таза. То есть в ноги, в область таза, в область копчика. И это благословение, оно было настолько мощным, что я увидел темно-синей энергии богини, которые полностью заместили те энергии, которые были у меня в ногах. И вся грязь, она как бы начала выходить, да, потому что, ну, мы же в обществе живем. И общество часто бывает далеко от духовности. А все негативные кармы, все кармы, связанные с нижними мирами, они находятся в ногах. В ногах, в стопах, в коленах, в области таза. И богиня, она начала выталкивать нечистые кармы из меня. Там были и какие-то даже демонические влияния. И я наблюдал за всем этим, но в этих энергиях и были проявлены еще очень мощные такие золотые энергии. Да, то есть я увидел, как по моим ногам растекается золотая энергия богини Лакшми. И она растекалась подобно молнии. Знаете, такая живая молния, которая, я пытаюсь подобрать слова, чтобы вы поняли, да. И находясь в этом храме, я видел, как эта золотая энергия, она подобно живой молнии движется и стреляет. Ну, это не то, что там стреляет, это было, это не были выстрелы, это было просто непрерывное движение этой золотой энергии, энергии богини Лакшми. Вот, в нижней части тела. Причем темно-синяя энергия, данная темно-синяя энергия, она наполнила в большей степени, как бы, ноги, но еще частичную верхнюю часть тела, да. То есть, это не было так, что там только в ноги, но большая часть, 90% было в ногах, а какая-то часть энергии влилась в верхнюю часть тела. Вот. И вот эта вот золотая энергия, которую я видел, я понял, что это энергии богини Лакшми, и то, что происходит, это благословение богини Лакшми. Почему благословение богини Лакшми, если проявилась божественная мать Дурга? Я уже объяснял, что божественная мать Дурга явилась как гневная форма богини Лакшми. То есть, это, по сути, она же. Вот, то есть, всегда нахожусь, можно сказать, что под покровительством богини Лакшми. Причем таким вот, знаете, весьма пристальным вниманием, которое, и это внимание очень часто бывает крайне благотворным и позитивным. Но если я где-то расслабляюсь, то обязательно прилетает какой-то такой вот отрезвляющее что-то, да. И дальше то, что начало происходить, я видел, как эти энергии, темно-синяя энергия богини, гневная энергия богини Дурги и золотая энергия Лакшми, они начали проявлять какие-то мистические такие трансформации вокруг меня. И я понял, что я могу управлять этой энергией. И я видел, что в какой-то момент я эту энергию начал, ну, или эту ситху, я назвал, я в какой-то момент в видении осознал, что это ситха, мистическая способность. И я направил эту мистическую способность на то, что, причем я не делал ничего. То есть, это за счет намерения просто направлялось в определенную, на определенную деятельность. И происходила трансформация. И я направил эту энергию на то, чтобы данный храм стал больше и проявилась очень красивая высокая крыша у этого храма. Потому что, ну, я уже сказал, что людей приходит много, храм очень маленький, не все помещаются. Естественно, мне захотелось сделать больше храм. И буквально в течение там одной секунды я расширил границы этого храма, выстроил еще больше, более высокий забор вокруг этого храма, внутреннее помещение, алтарную часть сделал намного выше. Сделал над храмом полностью все, покрыл таким вот высоким, высокой какой-то крышей. И в то же самое время, продолжая вот этот вот процесс строительства, я начал совершенно, ну, понятно, что это и было благоставение Божественной Матери Дурги. Я начал строить на протяжении, на вершине этого храма огромное количество зданий. Причем они строились вот буквально один за одним и очень плотно. Это были дома высокие, двух-, трех-, четырехэтажные, они стояли очень плотно друг к другу, с возможностью, ну, естественно, там были улочки, да, то есть, вот. И сначала застроилось все вот это вот огромное плато, которое я видел там, где стоял храм. И я смотрел вправо, куда бы я ни поворачивался, все застраивалось, все застраивалось. И я понимал, что то, что происходит сейчас, оно имеет определенное развитие в будущем, да. И то, что я делаю, оно крайне необходимо Божественной Матери Дурги, потому что в этом ее воля. Вот. Это ее деятельность, это ее игра, лила такая, духовное проявление, духовная эманация. И все то, что, по сути, я делаю, или все те истории, которые я рассказываю о Божественной Матери Дурге, это также было видно, ну, по крайней мере, я осознал в это мгновение, что так проявляется ее благословение, ее энергия, ее знания. Я воспринимаю это как Даршин, а на самом деле она целенаправленно, по сути, распространяет свои благословения, свои знания, свои мистические способности на проявленный мир посредством служения моего Божественной Матери Дурге. Это не с позиции эго, говорится, я просто пытаюсь объяснить это, чтобы вы понимали, да, гордыни быть не может, потому что, ну, я же понимаю, что мы все, как бы, частички Нарайаны, частички Дурги. Вот. Чем гордиться-то? И дальше все то, что, и уже через какое-то время, происходило все очень легко. Спустя какое-то время я заметил, что вся вот эта, вся платформа на вершине горы, вся вот эта вот, как она, я не знаю, как называется, огромная вот эта площадка, она где-то длиной, возможно, километр на километр, такой огромный пятак. Вот. Вот там, где храм стоит, там, где рынок, там, где площадь, автобусы стоят, кафе, рестораны, там, в общем, пару гостиниц, село там же расположено. Вот. Да нет, наверное, там побольше, там территория, наверное, на порядок больше, не километр, наверное, может, полтора, даже так будет. Вот. И вся эта территория была застроена огромным количеством зданий, и как только это все застроилось, я увидел, как проявились души, которые приехали и заселились в эти здания, и приезжали люди с семьями. Да, это не были люди, которые там по одному, по два, не-не-не. Приезжали люди с семьями. Что самое интересное, приезжали преданные или же последователи Божественной Матери Дурги. И уже спустя какое-то время я видел, что во всех этих домах живут тысячи или даже десятки тысяч преданных Божественной Матери Дурги прямо на этой горе. И тогда я в какой-то момент осознал, что в будущем учения и знания, связанные с Божественной Матери Дургой, они примут более глобальное, более тотальное распространение, и, к счастью, ко всему этому буду причастен также еще и я. То есть у учения Божественной Матери Дурги есть очень большое будущее, будут сотни, тысячи, миллионы людей, которые будут следовать данной традиции, данному пути. И очень приятно то, что, еще раз хочу сказать, мое служение также засчитается в плюсик мне в карму. Вот. И это было еще не все, друзья мои. В какой-то момент этих домов, строение, стройка продолжалась. Этих домов стало так много, что вся территория до горизонта, она заполнилась этими зданиями, этими преданными, этими последователями Божественной Матери Дурги. Я видел в буквальном смысле, как люди жили в этих домах, и в силу того, что они следовали традиции Божественной Матери Дурги, они сами сияли светом Богини Дурги. Это было настолько очаровательно, настолько красиво, я понимал, что все эти люди, это преданные и последователи Божественной Матери Дурги. Просто восхитительно. Это такой кайф был. Я реально смотрел. Вот до горизонта, не поверите, смотришь, вот все, до самого-самого конца, все было застроено. Все было застроено, тысячи, миллионы людей. Понятно, что это еще и во времени растянется, вот это вот количество душ. Ну, это было так круто и так восхитительно мощно, что, ну, по правде говоря, для меня это было таким, знаете, самадхи, наверное, нектарного блаженства, которым наделила Божественная Мать Дурга. Вот таким образом проявляются благословения, таким образом проявляются ситхи. И, кто не понял, вот то, что я делаю, скорее всего, это часть Божественной, Божественного проявления энергии Шри Нарайаны в виде, или же Шри Лакшми в виде Божественной Матери Дурги, ее учения или учения о ней. И, выполняя данную деятельность, деляясь материалом, связанным с Божественной Матерью Дургой, получается так, что каждое видео, оно несет благословение Божественной Матери Дурги. Каждое видео, которое о ней, это исключительно ее даршан. И к этому, вот, причастен я. И благодаря тому, что все это сейчас происходит, в будущем это способствует тому, что знания и учения о традиции, связанные с учением, посвященным Божественной Матери Дурги, оно распространится по всему миру, и приедет очень большое количество людей. Не только люди будут узнавать об этом знании, знания, еще очень большое количество людей, скорее всего, будут целенаправленно переезжать, чтобы жить в Индии, чтобы жить поближе к Божественной Матери Дурги, вот, в тех окрестностях, в тех местах, возможно, в Индии. Возможно, естественно, часть этих людей будет распространена еще по всему миру, потому что, ну, понятно, что на этой горе жить миллионом людей практически невозможно будет, от слова совсем, но там не поместится столько, да, там же, если даже очень постараться, может быть, пару тысяч человек, и можно будет как-то так разместить, но и все на этом, и то это будет очень тесно. Скорее всего, там будут ашрамы, в которых будут жить люди, приезжать на какое-то время и впоследствии возвращаться домой, и таким образом будет выполняться какая-то миссионерская деятельность, связанная с распространением знаний. Ну, вот, и плюс, вот, сама ситха, я пока не знаю, как она проявится, вот, но то, что энергии будут связаны не только с распространением знаний, а еще и с, возможно, даже строительством храмов в будущем, посвященных Божественной Матери Дурги, вот, я вот этого не отрицаю. Скорее всего, где-то, возможно, в будущем будем принимать участие в том, чтобы прославить Божественную Мать Дургу таким даже образом. Я только за. Еще раз хочу сказать, как это будет, пока что не могу сказать, сам не в курсе. Все, всем спасибо. Подобные благословения, очень похожие благословения, было с Шри Нарисимхой недавно совсем. Но там Нарисимха, он показал немножко по-другому определенные, такие, знаете, духовные эманации, духовные энергии. И что-то похожее было в благословении с Джаганадхой. Там тоже что-то такое вот мелькнуло, но немножко в другом ракурсе. Здесь, я хочу сказать, все намного более масштабно. Да, и опять-таки... Божественная Мать Дурга, ну... Я не знаю, что добавить. Джай Мадурга. Джай.